В свое время, как говорят напрочь переполошивший высокодуховные пятые точки украинский ОТРК Гром-2, похоже задерживается к принятию на вооружение, ввиду того, что на завершение его испытаний необходимо еще 300 миллионов вечно зеленых американских долларов. Об этом намедне сообщил народный депутат Украины Роман Костенко во время визита на предприятие Хартрон. В общем, мы не будем много об этом рассказывать, потому как нет достаточного количества необходимого видеоматериала, а лишь напомним, что первые практические пуски ракет в рамках испытаний должны были состояться еще осенью 2019 года. Завершение всех испытаний ОТРК и принятие его на вооружение иностранным заказчикам ожидалось в 2022 году. На ОТРК КБ Южное был проведен ряд испытаний, в частности демонстратора отсека боевого оснащения и шасси пусковой установки. Для тех, кто не в курсе, напомним, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2». Экспортное название «Сапсан» разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальности до 480 километров. Моноблочная или кассетная боевые части ракеты проектируется также с массой 480 килограммов. Бортовая система управления ракетой инерциальная, комплектуется системами навигации и наведения различного типа, радиолокационными, аптекоэлектронными и другими. В общем, исходя из озвученной информации арабы вроде как пока не отказались от проекта. Но, для завершения испытаний требуется еще 300 миллионов долларов со стороны Украины, которые пока непонятно будут или не будут выделены. Короче-ка, кто так?